Драма в российском фигурном катании. Евгения Медведева уходит от своего тренера Этери Тутберидзе. Драма практически семейная. Почему? Да потому что профессиональные фигуристы проводят с тренером гораздо больше времени, чем с семьей, чем с родной матерью. Медведева переходит к канадскому тренеру, который на прошедшей Олимпиаде со своими подопечными в мужском катании взял золото и бронзу. Но Тутберидзе тоже супертренер. Она взяла золото и серебро с Загитовой и Медведевой. В этой драматической истории разбиралась Наталья Люблинская. Гримм в четыре руки. Порхают кисти, плойка, на коленях любимая игрушка в японском стиле Евгения Медведева готовится выйти на лед. Я зажил в этой скотине. И эта суета действует успокаивающе, ведь главная шумиха вокруг нее сейчас в новостях. Фигуристка ушла от своего наставника Этери Тутберидзе. Казалось бы, рядовой случай в спорте, но околофигурная общественность бурлит по обе стороны океана. То, что на Олимпиаде в Корее у российских фигуристов будет золото и серебро, мало кто сомневался. Все гадали, как их поделят подопечные Тутберидзе. Евгения Медведева и Алина Загитова выступили обе безукоризненно. Но технически программа Загитовой с перенесенными во вторую часть прыжками была дороже. Лед звенел, слезы прорывались. И серебро Медведевой, как теперь выясняется, стало точкой в отношениях с тренером. Да, это правда. И моим наставником теперь является Брайан Орсер. Были разговоры о том, что она не принимала никак результат Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получила второе место, а не первое. Почему не хватило одного балла. Она моральный лидер. Это хорошо. Я выросла девочку морального лидера. Поэтому для нее второго места нет. А можно про Женя не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать это, потому что это не моя ситуация. Но вы с Женей никак не связывали. Об этом молчали. В Пьенчхане Медведеву беспокоила травма. Но не давнишний перелом стопы, а спина, позвоночник. По словам близких, фигуристки источников врачи рекомендовали на два месяца после игр воздержаться от тренировок. 7 мая, когда Медведева дала эксклюзивное интервью Первому каналу, она призналась, реабилитация пройдена. Все решается на этой неделе. Завтра я уже буду в Германии. И там будет мое медицинское обследование. И там мне уже скажут, разрешена мне нагрузка или пока что нет. Но я с нетерпением жду завтрашнего дня. И очень сильно надеюсь, что завтра все будет в порядке. И вот она вернулась из Германии с хорошими новостями. Динамика положительная, спортивную нагрузку давать можно, прыгать можно. Решение Медведевой уйти. Но куда уйти? К канадскому тренеру Брайану Орсеру, который, к слову, выводил на прошедшую олимпиаду двух лидеров мужского одиночного катания. Юдзуру Хани взял золото, Хавьер Фернандес, бронзу. Он потрясающий человек. Он лучший тренер сейчас. У него тренируются фантастические люди, которые опережают время на много лет. И если Женя будет здорова, она тоже будет счастлива там. С виду обычная тренировка. Каток, идет разминка. Но, как говорится, есть нюанс. Это Калифорния. И, по словам тренера Рафаэля Рутиняна, стиль работы здесь, на Западе, серьезно отличается. Здесь нет дрессу. Мы даем просто рекомендации. И мы даем советы, как тренироваться. И если спортсмен не делает, то мы даже не имеем права его заставлять и кричать. У нас это не принято. Я никогда не видел, как ее тренировала Этери. Если ее приходилось подгонять, то ей придется сложно. Она будет перестроиться. Две школы фигурного катания, два сильнейших тренера в мире. Сейчас сталкиваются Орсер и Тутберидзе. Он собирается детально изучить ее методику. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня. Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренеров? Она дать ему решительный ответ. Для меня вот на данный момент есть ощущение того, что у меня Орсер сделал вызов. Значит, как-то его задели наши результаты. Надо работать, чтобы задевать его еще больше. Евгения – носительница самых добрых традиций русского отечественного фигурного катания и традиций личной Этери Тутберидзе. Орсер. Он тоже не шиком лыд. Как ему удастся совместить вот эти добрые традиции канадской и американской школы с той методикой, на которой воспитана наша замечательная Женя, это будет, вообще говоря, тест для него. Заслуженный тренер и сам некогда переживал скандальный ученический разлад. У него на катке вместе занимались Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Поклонники фигурного катания помнят их громкое противостояние. Ягудин в итоге сменил наставника. И сейчас он, соведущий по проекту «Ледниковый период», понимает Медведеву как никто. Ведь сложно найти фигуристов, у которых была бы так схожа спортивная судьба. Переломный момент в жизни Алексея Ягудина наступил в 18 лет. Евгений Медведевой сейчас также 18. Он был чемпионом мира, чемпионом Европы и решил уйти после Олимпийских игр, как и Евгения Медведева. Он переезжал в Северную Америку. Она также сейчас переезжает, но не в США, а Канаду. Значит, тренеры будут заботиться о своих подопечных и дальше. И это не обсуждается. И если продолжить свою следующую Олимпиаду в Солт-Пейк-Сити, Алексей Ягудин выиграл, пройдя тяжелое четырехлетие в борьбе с Евгением Плющенко. Пожалуй, с тех времен болельщики не видели такого накала ледовых страстей. Медведева и Загитова. Что будет дальше? Все равно кто-то выиграл Олимпийские игры, а кто-то нет. Вы выиграли. Ну, это я выбрал. Если берем Женю и Алину, а ведь мы можем взять не только Женю и Алину, мы можем взять и других юниорок у Этери Тбилидзе, которые выиграли и смели всех на юниорском чемпионате мира. И они скоро придут во взрослое катание. Так, Александра Трусова уже сейчас в 13 лет исполняет прыжки в 4 оборота. Выигрывать будет сильнейший, то есть сильнейшая. Вы не представляете, во мне сейчас мотивация как никогда. Наталья Люблинская, Ирина Близнюк, Наталья Юрьева, Максим Катаев, Павел Лихолетов и Анастасия Берестенко. Первый канал.